Во славу Иисусе Книга-притча из Соломоновых, 22 глава, с 1 по 29 стих. 2. Богатство и слава и жизнь, черные сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и составится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавцем. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь, друг. Отча господа охраняют знания, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня. Глубокая пропасть, уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию. Потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного уважаемого. Потому что Господь вступится в дело их, и исхитит душу грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давний, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми. Размышления, часть первая. Доброе имя лучше богатства. Книга притчей Соломоновых, 22 глава, с 1 по 16 стих. Соломон замечает, что доброе имя ценнее большого богатства, стих 1. О ком бы мы ни говорили, о человеке, семье или церкви, репутация зарабатывается годами, а рушится в один момент. Сам Соломон был обильно благословлен богатством, но при этом понимал, как глупо уповать на него. Богаты мы или бедны? Доброе имя нас переживет. Однако упование на богатство может повредить репутацию. Богатство исчезнет, хорошая репутация останется. Учитывая это, родители должны учить детей желать доброго имени больше, чем богатства. Иисус обнищал, пожертвовал репутацией и пострадал за наши грехи на кресте. Хотя кто, как не он, заслуживает доброго имени. И благодаря совершенному им делу спасения, мы теперь свободны жить ради имени его. Размышления, часть вторая. Изречение мудрости. Книга притча из Соломоновых, 22 глава, 17 по 29 стих. В притчах, 22 главе, 17 по 24 главу, 22 стих. Соломон обращается непосредственно к своему читателю. Когда-то это был его сын, а теперь мы с вами. И предлагает ему наставление из 30 мудрых изречений. Согласно комментарию учебной реформаторской Библии, существует доказательство в пользу того, что первая часть этих 30 изречений, 22 главы 17 стиха по 23 главу 11 стих, поочерпнута из египетской мудрости Амина Маапета. Тем не менее, Библия стоит особняком среди мудрых книг мира. Она сверхъестественно вдохновлена Богом. Бог дал нам Библию, чтобы рассказать свою историю искупления потерянного мира. Историю, главным героем которой является Иисус Христос. И Он продолжает изо дня в день говорить с нами и вести нас по жизни посредством Своего Слова. Доверяете ли вы повседневной мудрости от Бога? Размышляю сегодня над Словом. Подчеркните из Него уверенность и мудрость. И пусть Он станет вашей мудростью. Молитва. Отец Небесный, пожалуйста, прости меня за то, что я надеюсь на собственную мудрость и слишком полагаюсь на свой разум. Спасибо, что Иисус сделался моей праведностью и мудростью. Пожалуйста, говори со мной в течение дня, когда я размышляю над Словом Твоим. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо.